Учесть каждую копейку, оперируя миллиардами. Эту непростую задачу выполняли в правительстве и Думе края, работая над бюджетом. Получился не только самый социальный, но и самый экономический перспективный документ за последние годы. Госдолг значительно снизился, а доходная часть выросла до 123 миллиардов рублей. Есть два показателя. Один это стабильность, а второй это развитие. То есть я четко могу сказать, что сегодня утвержденный бюджет Ставропольского края – это стабильный бюджет развития нашего региона. Это, наверное, очень важно. 120 миллиардов – это очень хорошая цифра для начала года, 123 миллиарда, чтобы изменить во многом к лучшему многие вопросы. Главная статья расходов – социальная. 67% всего объема. 17 миллиардов рублей направят на выполнение нацпроектов. Они разбиты на 36 региональных программ. Власти посчитали, что самыми эффективными будут инвестиции именно в человеческий капитал. И в первую очередь – в детей. На это нацелена в том числе губернаторская программа «Дети». Она как раз стартует в 2020 году. В Ставропольском крае все как в традиционной семье. Главные расходы – на детей. На поддержку семей, где есть малыши, направят почти 9 миллиардов рублей. Детям должно быть удобно жить. В пять раз больше денег выделят на покупку жилья для молодых семей. Примерно миллиард. Дети должны быть умными и образованными. Поэтому школы отремонтируют. Новейшим оборудованием оснастят кабинеты физики, химии и биологии. Это еще почти миллиард. Дети должны быть здоровыми. Расходы на медицину в этом году беспрецедентны. Только на первичное звено – 4,5 миллиарда. Я очень долго работаю в здравоохранении. Я не видела, чтобы столько денег вливалось в здравоохранение. Я вам хочу сказать, наш губернатор, я всегда говорила о губернаторах, с которыми работала раньше, полюбите здравоохранение, и оно вам ответит своей любовью. Вот пришел губернатор, который полюбил здравоохранение. Действительно, недавно встречался с главными врачами. Конкретные задачи стоят по каждому, и не только первичному звену, как вы видите, по краевым лечебным учреждениям. Для многодетных семей вдвое увеличили детские пособия. Теперь они больше 700 рублей в месяц. Важная статья расходов – поддержка реального сектора экономики. Она нужна, чтобы и дальше развивать бизнес и производство. Налоговые преференции, субсидии предпринимателям, софинансирование инвестпроектов – все это обойдется более чем в 7 миллиардов рублей. Примерно половина этой суммы пойдет на укрепление аграрного сектора. Безусловно, предусмотрены средства на проведение празднований и подготовку к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Только на ремонт и восстановление памятников и воинских захоронений предусматривается более 193 миллионов рублей. Из других итогов заседания теперь полностью сформирован состав краевого правительства. По регламенту кандидатуры первых зампредов должен согласовать парламент региона. Депутаты единогласно поддержали предложение губернатора и утвердили в качестве его первых замов Николая Великдания и Ивана Ковалева. Леонид Нечапуренко, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение.